По новому мосту на новой машине руководитель региона за рулем москвича лично проверил прочность Высокогорского моста. Какие еще вопросы решались во время визита Михаила Катюкова в Лисосибирск и Енисейск, расскажем в следующем сюжете. Да, во многом уникальное сооружение, конечно. Самый северный мост через Енисей открыли в последний день лета. Это сделал президент страны. А теперь руководитель региона лично проехался по уникальному объекту за рулем москвича и убедился в качестве самой конструкции и дорожного полотна. После этого Михаил Катюков наградил строителей, которые смогли возвести объект на три месяца раньше срока. При этом работать им приходилось в очень сложных условиях. Очень сильное течение, сложные работы на глубине. То есть водолазы, когда рассказывали, когда опускались вниз, там где-то на высоте полтора-два метра от дна, такая, кстати, идет буря постоянная из гравия крупного. То есть человека просто сбивает с ног потоком камня, песка. Поэтому были определенные сложности. Появление моста стало только начальным этапом для развития Нижнего Приангария. На совещании с представителями добывающих компаний обсудили дальнейшее обустройство правого берега Енисея. Оно будет проходить в четыре этапа и должно обеспечить транспортной доступностью северные территории и дойти до Мотыгинского района. Самая большая проблема для нас с логистической точки зрения – это межсезонье. Этот мост поможет нам преодолеть эту проблему, поможет обеспечить бесперебойность производства, постоянную поставку грузов и, соответственно, сопутствующих вещей. Это действительно очень важный проект для нас. Поэтому строительство моста очень своевременно и мы надеемся, что дальше этот транспортный кластер будет продолжать развиваться. Развиваются и города на левом берегу Енисея. Так в Лисосибирске ведется строительство нового микрорайона. В пятиэтажках квартиры получат две с половиной тысячи жителей. Сюда переселят людей из аварийных домов, а также большое количество детей-сирот. Шесть домов будут сданы уже в ближайшее время. Новый год в своих квартирах встретят больше 600 семей. Место, где мы могли, например, отдохнуть, покататься на роликах, покататься на велосипеде, на самокатах. Дальнейшее развитие города Михаил Котюков обсудил с инициативной молодежью Лесосибирска. Дети предлагали много интересных идей, которые должны повлиять на уровень жизни во всех северных территориях края. Вопросы, стоящие у нас здесь, не всегда решаются. И, конечно, хорошо, когда такие люди стараются нам помочь. Я думаю, что губернатор услышал и думаю, что будут решаться как-то данные вопросы. Посетил руководитель края и Лесосибирский ЛДК, который является одним из градообразующих предприятий. Это один из крупнейших отечественных производителей пиломатериалов. Здесь их изготавливают до полутора миллионов кубометров в год. Также на предприятии налажено производство топливных гранул мощностью до 100 тысяч тонн пилет в год. У Лесосибирска есть своя история. Есть богатые традиции работы лицепромышленного комплекса предприятий. Появление моста и перехода через Енисей точно совершенно может для Лесосибирска дать новые направления экономического развития. Лесосибирск может, помимо лицепромышленного комплекса, получить еще и функции логистического центра, который будет обеспечивать связь левого-правого берега Енисея и Ангары. После одного из самых молодых городов края Михаил Катюков отправился в Енисейск. Там он посетил один из когда-то самых знаменитых долгостроев города – Акушерско-терапевтический корпус. Теперь это современный стационар с комфортными палатами и удобными операционными. Сейчас здесь уже подключают медицинское оборудование, а после чего центр начнет принимать первых пациентов. Алифтина Асасова, Григорий Горячих, Эдуард Баглай, 7 канал.